За 50 лет седьмая школа-интернат выпустила тысячи учеников. Кто-то провёл здесь несколько месяцев, а кто-то всю свою юность. Но для всех без исключения школа остаётся родным домом, а её работники – семьёй. Потому встреча бывших воспитанников со своими учителями проходила в слезах, а общение принесло радость с нотками грусти. Ведь детство, даже если оно в стенах казённого учреждения, всё равно самое счастливое время в жизни. Конечно же, это был наш единственный, основной дом. По воспоминаниям, самый положительный. Если бы не наш общий дом, седьмой интернат, нам бы в жизни очень трудно пришлось, особенно в 90-е годы. И это такая закалка на будущее. Жизнь в детских домах и интернатах не проходит даром. По наблюдениям соцработников, сироты, повзрослев, пытаются как можно скорее создать собственную семью, чтобы уже своим детям дать ту любовь и заботу, которую недополучили сами. А многие и профессию выбирают, связанную с педагогикой. Я сама на своём опыте это испытала. Очень тяжело адаптироваться в младшем возрасте. Обязательно нужна поддержка, внимание, понимание со стороны воспитателя. Поэтому я учила своих воспитателей с первого взгляда, с первого слова полюбить ребёнка и дать возможность этому ребёнку потом адаптироваться. Нереализованную любовь малыши дарят воспитателям и учителям. Но всё-таки продолжают надеяться и ждать, что мама когда-нибудь придёт. Мы пойдём с ней по морю и свето, и во сне я отдам ей всю свою любовь. Какими бы комфортными ни были условия в интернате, а воспитатели внимательными, госучреждение не сможет полностью заменить родной дом и родных людей. В прошлом году почти 60 воспитанников 7-й школы-интерната обрели второй шанс на счастливое детство. Это заслуга и органов опеки, и средств массовой информации. В эфире нашего телеканала «Дети могут обрести родителей» с помощью еженедельной рубрики «Здравствуй, мама». За полтора года существования нашей рубрики мы познакомили вас с судьбами десятков детей, оставшихся без попечения родителей. Наши усилия не напрасны, если хотя бы один ребёнок получит шанс однажды сказать. «Здравствуй, мама!» Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.